Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник... По сути вашего вопроса первое... Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Федорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, что жаловаться, звонить, задавать вопросы нашим уважаемым экспертам можно по телефону прямого эфира. Наши вопросы будут отвечать председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. А также эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. Здравствуйте. Добрый день всем. Доброе утро. Добрый день. Может быть, я бы, наверное, начал с такого вопроса, который, ну, точнее, это даже не вопрос, это попрошу прокомментировать. На заседании Кабинета министров 28 февраля были утверждены предложенные Министерством экономики поправки к закону квартирной собственности. И сделано это для того, чтобы способствовать, цитирую, более эффективному управлению многоквартирными жилыми домами. И если раньше вот закон предусматривал, что обязательно нужно для принятия решений, вот правомочность принятия решений собственниками квартир, это 50 плюс одна всех квартир, ну, имеется в виду 50%, то сейчас немножко изменился порядок. И вот я просто скажу, а потом попрошу ваш комментарий. Министерство предложило такое вот регулирование, что если собрание неправомочно, то есть, скажем, не пришли, не смогли собраться более половины собственников квартир, то собрание можно проводить повторно. И если по той же самой повестке собрание повторно созывается в течение месяца, оно будет правомочным, если примет участие более собственников более одной трети всех квартир. То есть, уже не половина, а только одна треть. Ну, и также оговаривается специально, что если проводится, например, письменный опрос для получения по каким-то важным вопросам результата, опять-таки, если он не собрал половину голосов, то можно провести повторный опрос. И для того, чтобы принять решение за, нужно лишь более одной трети, более одной трети, не половина, а трети всех собственников квартир. Ну, и объясняют это тем, что действительно все чаще мы видим, что квартиры используются не самими семьями, а они сдаются в аренду или изначально покупаются как инвестиционный объект. И очень трудно проводить такого рода собрание собственников, потому что многие, ну, не заинтересованы в обсуждении вопросов и принятии решений. Вот как вы оцениваете, ну, то есть, насколько это поможет, не поможет, насколько это правильное все изменение? В какой-то степени поможет, но считаю, что это полумеры. Во-первых, такая возможность, что можно сокращенным кворумом принимать решение, это уже хорошо. Но вопрос номер один, а кто-нибудь учитывает, что вообще-то создав собрание требует денег? Потому что необходимо подготовить документы информационные, необходимо разослать эти, это почтовые расходы, это расходы на помещения, на печать материалов и так далее. И нам предлагается дважды это сделать. Собственно, собственники квартир будут внести двойную финансовую нагрузку, а это может варьироваться от, скажем, сотни до трех сотен евро, создав одного собрания, так как это прописано в законе. Почему нельзя принимать сразу решение, мне немножко непонятно. Почему нужно собрать одно собрание, постоять, подумать, ага, никто не пришел или никто не откликнулся на ваш призыв, давайте второе. Это первое соображение. Второе соображение. Зачастую есть болезненные решения, которые требуют потом получения кредита. Будет ли решение такого собрания обязательным для банка выдавать кредит? Я только задаю вопрос. Ну и третий момент, на который я хотел обратить внимание, это то, что надо смотреть на эту норму в связке с проектом нового закона об управлении жилым фонда. Там очень интересные нормы прописаны, что если в результате отсутствия решения по какому-либо вопросу в плане содержания здания у собственника квартиры, который голосовал за мероприятие по устранению потенциальной угрозы, возникает ущерб, то он имеет право потребовать возмещения ущерба с тех собственников, которые либо проигнорировали данные мероприятия, либо проголосовали против. Вот примерно такая норма, и она может тоже быть стимулятором для того, чтобы вовлечь людей в решение вопроса. Ну и самый последний вопрос. Течет крыша. Ну не собралась одна треть. И что будем делать? Собираться пока либо здание разрушится, или собираться пока, ну знаете, по той пословице, либо ишах, либо подешах. Кто-нибудь должен сдохнуть. В принципе, должно быть так. Тогда уже, если мы хотим, не должно быть демократии в определенных вопросах. Введите госконтроль. Введите госконтроль, как с лифтом сделан. И если инспекция приходит, тебе пишет, вот ты должен выполнить то, 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 и дается тебе срок. И дальше никакой демократии. У нас, между тем, есть звонок. 67212-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, вот такая демократия, между прочим, уже существует давно. Но пришли комиссии, которые каждый год обследуют лифты, и сказали, что, значит, чинить, не чинить, это не их дело, закрываем, потому что пользоваться опасно. И закрыли нам несколько лифтов в восьмиэтажном доме на, ну, больше полугода мы ходили пешком, без лифта. И без никаких собраний это произошло. Еще у меня вопрос вот по этим новациям. Все время упор идет, что на собрание, пришли или не пришли. Но ведь принимать решение есть второй вариант. Это анкеты Аптауэ Вейда. А там, чтобы точно соблюсти там все процедуры, там очень большие временные куски идут. Поэтому это все вообще забудет, выльется в такой долгострой, что, по-моему, забудут, о чем сначала шла речь. Еще последнее скажу. Вот, предположим, в доме, ну, как у нас, порядка 130 квартир. Половина 65 не пришли. Ладно. Или анкеты раздали, пока их собрали, там, туда-сюда, значит, не получилось. Дальше снова делают анкеты. Это затрата денег. Снова разносят. И уже должны прийти треть, то есть порядка 40 анкет должны получить. Из этих 40 анкет за поставленный вопрос проголосовали, предположим, 25. Значит, 25 собственников решили вопрос за 130 собственников. Это вообще как-то фантастишь. Спасибо. Всего хорошего. Прокомментирую последнюю фразу. 25, но никто же не запрещал оставшимся 85 прийти и проголосовать. Понимаете, здесь такая логика. Ага, мы не пришли голосовать, или они не пришли голосовать, и их неучастие, это как-то странно. Я признаюсь, наверное, Сергей, если помнишь, мы лет 10 обратно тоже были одни из всех, которые в Министерстве экономики вот сей недели, и при, скажем так, необходимых изменениях в законодательстве мы тоже были за эту поправку. Но это было 10 лет обратно. Сегодняшними глазами, то есть много, много с того, что мы там более 10 лет обратно говорили, обсуждали. Сейчас мы постепенно видим, что как-то очень туго, с напряжением, но проходит через законопроект. На данный момент, вот более 10 лет прошло с того момента, когда мы в Министерстве экономики тоже вот советовали такого рода законопоставку. Но сегодняшними глазами, смотря на это, оно лишнее. Объясню, почему. Во-первых, что вы собираетесь решать таким образом? Ну, может быть, нам повезло, но мы работаем с теми домами, у которых есть общность, у которых есть активисты, и просто нужно договориться, что делаем, и вопрос голосов за это не стоит больше. Дальше, если мы говорим о каких-то необходимых работах, ну, они в силе так и так. Их так и так нужно делать, и по закону просто выставляешь счет, и вопрос, каким образом просто делить этот счет, да, насколько он большой и так далее. Если касается финансирования этих вопросов, да, этих работ, например, то Сергей уже правильно заметил и сомнился, и я точно знаю, что банки эти решения не будут брать во внимание. Потому что они до сих пор, банк это частная организация. Я думаю, многие из радиослушателей сейчас оказались в какой-то ситуации, где им почему-то кто-то из банков просто закрывал счет или не открывал счет без объяснений. Никто никому не должен объяснять какие-то, делать все объяснения. Да, я дальше пошел даже в центральные банки, и Фукту, когда спрашивал, ну, можно ли так в банки поступать. Да, они частные учреждения, они делают то, что хотят. То есть банки будут так и так устанавливать свои завышенные требования по кворуму. Почему это надо? Потому что они хотят быть убеждены в стабильности этого займа, да, что вот не будет такая ситуация, что там треть или четверть решила, потом собрались 51% или такая же треть или четверть и отменила. То есть эти решения, они более мобильные, с одной стороны, с другой стороны, они неустойчивы. То есть, да, то есть как их приняли быстро, так их быстро можно отменить. Из-за этого, да, я признаюсь, здесь след обратный. Я тоже считал, вот когда не могли никак подвинуть процесс реновации и думали, каким образом все это улучшить, ускорить и так далее. Я был за сегодняшними глазами, смотря, я не вижу, что это конкретно даст. Потому что, ну, наш опыт, вот более там уже 15 лет, он дает о себе знать то, что так и так, за какими-то большими ремонтами работы тебе придется идти в банк. И банк скажет, да, ребята, мне даже 51% не хватает, да, были банки, которые в свое время, как вы говорили, 75%, 85%, 60% и так далее. Почему они так делают? Потому что они хотят быть уверены, что это долгосрочное вложение, и оно принято абсолютным большинством, да, и это решение стабильное, и банк может положиться на это решение. А все необходимые другие работы, ну, вы не так можете делать, вы должны это делать. Да, просто вопрос, как разделить. Ну, тут бы я сказал, что надо связать, связать вообще-то это положение с новым проектом закона об управлении жирным фондом. Там прописана такая интересная норма. Если сейчас у нас резервный фонд по закону, он является исключительно, только и исключительно для ремонтных работ, если нет другого решения собственника, то там уже законом определяется, что резервный фонд, это было, по-латычески это звучит, копий бы сайс, либо сиспельс фонд. То есть сразу изначально создается фонд для погашения обязательств собственника, общности. Поэтому, возможно, это попытка легализировать именно это решение. И вторая связка, которая прописана в этом новом законе, который сейчас пойдет на обсуждение в сайт, это сказано так, что если этого фонда не хватает для погашения обязательств, то в данном случае собственники отвечают своим имуществом. То есть там идет такая жесткая связка, которая, возможно, если она придет, но это уже дальше нужно говорить с юристами, но так внешне выглядит оболочка так, что в этой связке получается так, что даже если пять человек примут решение делать ремонт и брать кредит, и они сделают это в установленном законном порядке, то после этого все будет связано с общим решением. Другой вопрос в том, что, может быть, можно и через Алтум потом по таким протоколам выдавать кредиты. Это тоже, в принципе, возможно. Алтум для этого и предназначен. Но вопрос такой, что проведение многих работ невозможно без согласия собственника. И здесь будут еще проблемы. Но я бы сказал так, что, скорее всего, пора заканчивать демократию, потому что, ну, есть работы, которые сейчас, если ты не сделаешь, то послезавтра здание начнет интенсивно разрушаться. Сейчас мы подошли к такому моменту, что есть такие работы, которые, ну, ты не можешь откладывать, там, решать, там, ты должен, я не скажу в месяц-два, но должен, если их планируешь, то их нужно достаточно быстро выполнять. И вот этот момент, он никак здесь не решается. Более того, в новом проекте закона прописано так, что если решение не состоялось, то есть управляющий полностью освобождается от ответственности. Он сейчас по новому закону, по проекту, должен проинформировать о необходимости произвести такие-то работы, должен сообщить, предложить на решение и должен сообщить о возможных затратах. Если мы это выполнили, дальше вся ответственность за состояние дома переходит на собственников квартир, если они не решили. То есть здесь еще элемент такой перепихивания ответственности. Все. Вот там бабушки и дедушки вам и решать, и отвечать. То есть... Да. Олег, если можно дополнить, что вот здесь важна концепция, вот куда мы идем, да, то есть этот законопроект, который уменьшает долю тех, кто может решать, это путь большей демократии. Ну вот, чтобы могли сами решать, чтобы легче сами могли решать. Еще раз так и обращаю внимание, таким же образом эти решения будут отменяться, потому что другая, скажем так, фронт дома потом будет с этим не согласен, и там будут постоянные бойни в доме, и никто уже не будет понимать, где утро, где вечер. Потому что одни приняли, другие будут таким же образом отменять. Это один аспект. Второе, то, что говорит Сергей, это другое направление, это не, скажем так, не путь демократии еще мягче, да, а наоборот строже. Почему я тоже, скажем так, иду в эту сторону? Почему? Потому что это многоквартирный жилой дом. Это, ну, по-латыжеской сабиадреска, как это, общественная недвижимость, ну, как это, ну, от этого мы все зависим, да, что-то может упасть, что-то может рухнуть, что-то может поломаться, и кто-то может пострадать. И вот это и есть та черта, где кто-то может пострадать, что там демократия должна заканчиваться, к сожалению. Там должны быть четкие инструкции, кому что делать. Последняя моя попытка была лет пять обратно в Министерстве экономики. И именно таким образом, в принципе, идти этой дорогой, где прописывалось бы в законе, основываясь на глубокой экспертизе серии домов, когда, какой узел, каким образом в типовых домах должен быть восстановлен. Должен быть. По каким признакам, если появляется такой-такой признак в этом узле, этот узел восстанавливается? Почему? Потому что восстановление домов в законе было прописано не как необходимое в тот момент, не как необходимое действие владельцев квартир и для дома, домправ. То есть и с этого мы должны отходить, поскольку от этого зависит жизнь очень многих людей. И там, где появляется опасность, а где она появляется? Но сейчас же ничего не написано, что вот если узел в таком-то состоянии, или он прослужил столько-то лет, тогда его нужно восстанавливать. Это не прописано. Это наш закон не предполагает. Дальше. На основании того, что если закон четко прописывает, что и как нужно делать, тогда получается так, что это должно быть основанием для того, чтобы совладельцы дома или домуправ может на этом основании идти в финансиальное учреждение, чтобы это был Аутум или Дума или банк. Но он может занимать деньги протета, потому что это необходимо. И если нет другого голосования, которое говорит, что нет, мы что-то будем по-другому решать, но здесь эта демократия должна заканчиваться. И если есть необходимость, значит для этой необходимости нужны деньги. И это уже, скажем так, закон уже сейчас подправлен, и необходимые издержки идут в каком-то объеме до ипотеки. И чтобы кредитор знал всегда, тот, кто одалживает деньги для этого дома, банк или Аутум, что эти деньги всегда будут взысканы, потому что они были необходимы для восстановления этого дома, и они будут возвращены в первую очередь. В первую очередь перед любыми другими, скажем так, взысканными. Вот что нужно. Вот это есть то направление, про которое говорит Сергей, потому что, с другой стороны, вот путем, если мы идем в увеличение демократии, то, что сейчас одна треть или одна четверть сможет проголосовать, еще раз таки, они с этим своим решением до тех пор, пока восстановление дома не будет так обязательно, и эти протяжения будут приоритетными, они ничего не смогут сделать. Они смогут одолжить деньги и не смогут восторвить. Тогда давайте подумаем, для чего это вообще надо, для какого рода ремонтов. Для косметики, ну, может быть, да, для косметического ремонта, может быть, она пригодится, такое решение. Но я думаю, что лучше идти тем путем, чтобы мотивированы были все понимать и участвовать. Вот реально, вот ни в одном доме, который мы управляем, нет проблем с форумом. У нас, между тем, очень много звонков, начнем их принимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ваши гости интересные и смешные ребята. Откуда деньги возьмут люди? Вот я был старшим по дому пять лет назад, чтобы в трехподъездном доме, девяти-надцатом, заменить стояки все, нужно было 90 тысяч евро. А сейчас что? Ну, откуда люди, вот зимой у людей вообще денег нет? Они последние пенсионеры отдают, банки не дают кредитов. Ну и что? Будет рушиться и будет вот так вот, как на Вальдемара, выселять людей, черти куда, и все. Можете говорить сколько угодно, но у людей денег нет. И никто им не даст. Спасибо. Я надеюсь, что, исходя из вашей позиции, уважаемый звонивший, у людей, которые живут на Вальдемаре, и которые длительное время игнорировали, что у них было отречено на здании, сейчас появились деньги на приобретение нового жилья. Мы, хотя и люди смешные, но мы пытаемся все время сказать, что это ваше имущество. Самая большая трагедия, которая может произойти, это тогда, когда вам запретят ей пользоваться. И чтобы вы могли ей пользоваться, это гораздо рементировать, гораздо дешевле, чем приобретать новое жилье. Если вы считаете, что вы можете переехать в новое жилье, то не надо тогда выставлять свои аргументы. Если вы считаете, что у людей денег нету, ну давайте тогда вы займитесь, тогда обращайтесь с вопросами к правительству и службе социальной помощи. В данном случае мы говорим и будем говорить об одном. Есть жилой фонд, в котором живет основная масса населения Латвии. И этот жилой фонд надо максимально сохранить. У нас между тем продолжают звонки. Просто хотелось бы выслушать. Здравствуйте. Доброе утро. Вот немножко дополнения. Демократия хороша для образованных, ответственных людей. А у нас, знаете, вот тоже деньги. В каждую свою квартиру там есть десятками тысяч вкладывают, и кредиты берут, и все дают. Как все касается, так сказать, общего дома, так нет денег. Все бедные, все бедные. Но когда-то что-то случится, вот тогда эти демократы, которым демократия важна, вот они тогда будут опять искать, кто виноват, но только не мы, только не мы, что мы отказались участвовать, у нас на общее состояние дома не было денег, а только вот на наш, простите, скворечник, то, что где мы сами живем. Спасибо. Спасибо. Сима, еще сразу может быть один звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вы слушаете? Да, пожалуйста, вы в эфире. Да, с таким подходом вы ничего не решите. С таким подходом, как тут всякие эти нововведения, только через лет 10-20 вся Рига рухнет. После социалистической системы, чтобы изменить это все, нужно совсем другой подход. Ладно, спасибо. Еще одно мнение выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. У нас идет реноваться дома. По смете кладовки в подвале должны были уменьшить на 20 сантиметров сверху, чтобы утеплить потолки в подвале. Потом почему-то изменили, и все кладовки разрушили. У меня вопрос. Кладовки разрушили. По закону, возможно ли мы за свои деньги, деньги дома, построить там новые кладовки? Ну, я бы ответил так. Если это в вашем доме, надо смотреть в инвентаризационное дело. Если это серийный дом, то в подвале никаких кладовок по инвентаризационному делу дома нет. Это было, ну, скажем так, наследие тех времен, когда строился дом, тогда делали эти сарайчики. Они, кстати говоря, где сохранились, не пожаробезопасны, там уже пропитки давно потеряли, и их, в общем-то, надо сносить. Но я еще хочу обратить ваше внимание на то, что подвал является общей частью имущества дома, и в тех помещениях, которые не являются техническими, вы решением дома можете принять решение о том, чтобы там образовать места для хранения. Это ваше право, это ваша собственность. С учетом нормы обслуживания здания, с учетом нормы пожарной безопасности, да, вы можете ту часть, которая выделена под хозяйственные нужды подвала, совершенно спокойно обустроить так, как вам удобно. Спасибо. Могу рассказать, Олег, при реновации домов, вот в том числе в центре, вот такого рода подвальные помещения, то, что ток про те, которые мы только что говорили, они так и обустраиваются, да, но они добавляются системной противопожарной, чтобы, если, не дай бог, где-то что-то дым тогда, чтобы система сработала, и сразу, скажем так, все необходимые службы были на месте раз, и когда это выстраивается, это уже выстраивается по решению владельцев, и это уже выстраивается огнеустойчиво, то есть там с металла все эти решетки делаются, закрывается все и так далее. То есть, ну, это не деревянная, и сарачка, как это было в свое время выстроено, да, то есть это уже нужно по-новой делать и по-умному. Хорошо. Ну вот, судя по реакции просто слушателей, я понимаю, что, конечно, многие из них в таком шоке от принимаемых решений, хотя речь ведь идет о том, что действительно начинает рушиться вот жилой фонд, и мы буквально каждую неделю узнаем о каких-то новых трещинах, каких-то новых авариях, и, по-моему, вот обследование, которое проводилось недавно, там обследовали три типовые серии многоквартирных домов, которые строились вот в 60-х по конец 80-х, и, в частности, там есть статистика такая, что из 18 осмотренных зданий 602-й серии в 3-х диагностировано предаварийное состояние, в 3-х из 18-ти. То есть, ну вот, ну, очень такие тревожные данные, которые говорят о том, что еще пара лет, ну и действительно, может быть, такого рода аварии станут, ну, просто цепочкой идти, если сейчас что-то не делать в срочном порядке. Ну, надо не забывать, что вообще-то нормативные срок службы здания, тот, что прописан сейчас в законе, 60 лет. То есть, если вы посмотрите, ну, я имею в виду серийные многоэтажки, то в этом случае, скорее всего, вам придется делать комплексную экспертизу здания буквально через течение ближайших 10-15 лет, потому что нормативный срок службы будет подходить к концу. Я бы сказал, что на самом деле это должно быть вообще-то осмотр здания и план мероприятий. Он должен быть так, как проводится, допустим, государственный техосмотр на автомобиль. Приходят аттестованные специалисты с необходимыми не только знаниями, но и инструментальным обеспечением, потому что не все можно на глаз определить, чтобы они комплексно проходили и писали, что, где. Потому что, ну, столько мнений, столько компетенций домоуправляющего и столько разнобоя в мнении жильцов, что на самом деле все это согласовать и при помощи собрания вывести к чему-то толковому очень сложно. Все равно начинает доминировать чье-либо мнение. Не всегда в сторону, ну, скажем, важных решений тех, которые действительно актуальны. Это первое. И второе. Когда мы говорим, что там дома с хорошим составом населения интеллектуального, очень хорошо. Собрались филологи в одном доме, и я прихожу к ним со строительным вопросом. Ну, как они будут компетентно решать этот вопрос? Все-таки надо отдавать это на откуп специалистам. Для гарантии, чтобы не было злого употребления, должно быть это регулировано за государство. Другого, извините, Олег, это очень важная тема, но другого решения реально здесь нет. Здесь или это должно быть отдаваться местным бухгалмом. Это вообще невозможно. Да, да, продолжай себя, Айвен, продолжай. Да, но другого варианта нет, потому что мы про это звонили в колокола уже 15 лет обратно, но тогда еще, скажем так, был резерв прочности. К сожалению, эти вот так называемые косметические какие-то исправки в системе будут продолжаться, но не основательные в домуправстве, и каким образом, скажем так, вообще содержатся жилые дома. Если мы будем притворяться все еще, что вот, ну вот, все же в порядке, мы еще как-то вот сидим на прочности домов, нет, ребят. Вот эти 15 лет, они прошли, да, вот, к сожалению, если никакого рода кардинальных действий не будет принято, к сожалению, самоправление, короче, всех городов Латвии через лет 10-15 будут только теми заниматься как решением аварийных ситуаций в каком-либо доме в городе каждый месяц. Вот мой прогноз, да, потому что вот единственный правильный вариант, то, что говорит Сергей, о том, что есть инстанция, или бунете, без контроля свал, сберусь, или это бувалты, каждое самоправление, но они системно обходят, вот как, в том числе, как вот по аллегории говорил Сергей, как наши транспортные средства на техосмотре, и говорят, вот у вас это так, это так, это так. Мой прогноз, что если таким образом всеобщий такой аудит запустить по Латвии просто, в процентах 15-20 откроется, что дома в предаварийном и аварийном состоянии, и тогда у всех откроются глаза. Но никто не мешает тем людям, которые принимают законы, которые вот заведуют всей отраслью, сейчас открыть глаза, ну откройте глаза сейчас, и меняйте систему, то, что сейчас делается, ну это хорошо, но это запоздалые все изменения, и то есть теми знаниями, которые у нас уже есть сейчас, ну нужно эти изменения вводить раньше, и думать сразу, а что дальше, да, там хорошо, мы констатируем сейчас беду в каком-то доме, как это будет финансироваться. Да, есть какой-то должен быть фонд, про то, который мы уже говорили по несколько раз, в том числе на опыте Эстонии, где это не спрашивает нисколько денег, ноль. Это просто спрашивает правильной организации, о том, что все эти деньги, которые в рамках налоговых поступлений в бюджет поступает, они не уходят в общий бюджет, они образуют вот этот фонд, который дальше помогает восстанавливать дома. Все. То есть два фактора, это один техосмотр домов, назовем его так, идентично, как в машинах, да, но, наверное, период там не каждый год, а каждый, например, три или пять лет, да, и потом решение этих проблем с разработкой государством типовых решений, этих типовых проблем, и финансирование, все. И порядок будет, вот если люди будут жить и не бояться в том, что где они живут. Так, у нас еще продолжаются звонки. Здравствуйте. Да, извините, пожалуйста, я хотела бы господину Сидорко. Вот по поводу этих несчастных домов на Валдемара, там говорилось, что эти трещины, по поводу этих трещин, жильцы обращались и указывали на это уже несколько лет. А кто обязан был в первое же обращение отреагировать? Почему не отреагировали? Это как-то где-то определяется? Это же вообще подсудное дело. К ним можно иск предъявить. Спасибо. Если только, думал прав, не среагировав на решение, сказал, что это будет стоить, ну, допустим, энное количество денег, и предложил собственникам проголосовать за финансирование. Вот если домоуправ не выимен, не подготовил вот такой проект решения и не оценил стоимость, то он виноват. Но боюсь и буду подозревать, что, скорее всего, вот эта формальность была выполнена. А вот было ли решение собственников, обращаться, понимаете, обращаться вы можете, да, первый сигнал, да, но потом существует вторая, обычно обратная реакция наступает, что на это надо, ну, допустим, условно говоря, 100 тысяч. Надо брать кредит, надо, значит, принять целую кучу организационных решений внутри дома. Были приняты или нет? И утвердили собственники или нет? Вот здесь это большой вопрос. Ну, у меня есть информация про этой ситуации, потому как только это случилось в городе, была большая паника, и меня спросили тоже узнать с неформальной, скажем так, стороны, что там происходит. И там есть две бедрибы у этих домов. Одна очень активная, и у них есть множество документов, и они собирались подавать на помощь, финансирование в самоправлении. Но по этой процедуре эта помощь выдается под очень громоздкий, скажем так, документарий, который нужно собирать, 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 и это запрашивают месяц. То есть даже при той активности одного из домов, жильцов и дом управа, там не все так быстро. Но это и показывает на эти слабые места, какие-то процедурные, как мы, по-моему, уже в прошлой передаче или позапрошлой по этой говорили, что если есть аварийная ситуация, нужно решение и действие незамедлительное. А там запрашивается всякое заключение, еще что-то, еще что-то. Ну, самоправление же большая организация, но у них есть свои и стройнадзоры, и инженеры, и все остальные, которые могут прийти и сразу сказать, здесь нужно сейчас, именно сейчас нужно делать то и то. Все, делаем, выдаем под это деньги, да, и потом решаем все остальные вопросы. Но чтобы зафиксировать эту ситуацию, нужно сейчас сделать то. А здесь, получается, есть программа для предотвращения аварийной ситуации, ну, чтобы выполнить все ее критерии, ну, и при том вы деньги получаете через год. Ну, аварийная ситуация сейчас и сейчас, правильно? А не через год планирован. Планирован. Последний буквально звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Вы знаете, надо решать с транспортом вопрос. Потому что наши города все строились, когда были лошади, потом очень мало машин было. А сейчас столько всяких машин, и фуры, и все на свете, и дома, естественно, сотрясаются, и идут трещинами. Вот, Айвар, поставьте вопрос в периодительстве. Может быть, что-то сделают. Спасибо. Ну, да. У нас, к сожалению, наверное, уже нет времени для того, чтобы подробно, ну, как бы, поговорить об этом. Может быть, мы затронем вопрос в следующей передаче. Тем более, что есть еще два, ну, конкретных абсолютно вопроса, которые пришлись к нам на WhatsApp. Я их перенесу, вот отправлю нашим экспертам, что они уже подготовились. И в следующий понедельник мы, может быть, начнем как раз с этих ответов по конкретным ситуациям там в конкретных домах. Спасибо огромное, я говорю. Айвар Гунтарев и Сергей Сидорко сегодня отвечали на ваши вопросы. Всем большое спасибо. До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова